Всем привет! Полтора месяца назад я на своем канале выложил нестандартный видео обзор одной многим известной игры с возможностью заработка реальных денег под названием Brain Master Training, в котором я показал сколько можно заработать в этой игре, если проиграть в нее целый день. А также в том видео я пообещал, что если под ним наберется 5000 лайков, то я дойду до конца в данной игре и покажу вывод заработанных денег. Но эти 5000 лайков как-то туго набираются, хоть просмотров на видео уже больше 60 тысяч, а многие чуть ли не под каждым видео уже спрашивают, ну что, когда уже будет вторая часть про эту игру? Поэтому я решил сделать второе видео немного раньше, несмотря на то, что сейчас на данном видео не хватает 1000 лайков до 5000. А делаю я это, так как кроме меня нет других блогеров, которые занимаются подобными проверками подобных игр, в которых нужно сидеть кучу времени и пыхтеть, чтобы заработать минимальную сумму для вывода. Никто больше не хочет браться за эти игры и возиться с ними кроме меня, я вам покажу в данном видео платит эта игра или нет и как вывести из нее деньги. Ну а также расскажу, какие в ней есть баги и подводные камни и что вас будет ждать во время прохождения игры. А в этом видео, кстати, парень не показал сам процесс вывода денег, он просто назвал так свое видео и просто сказал в нем, что якобы он вывел деньги когда-то там и все. Типа, чтобы мы просто поверили ему на слово и из-за чего он собрал кучу дизлайков. Ну да ладно, если вы впервые видите данную игру, то вот так она выглядит на плеймаркете, для айфонов ее не сделали к сожалению и называется она Brain Master Training. Давайте зайдем в нее и я быстро расскажу вам в чем ее суть и как в ней зарабатывать, это если вы не смотрели мое предыдущее видео. А потом я расскажу какие здесь есть баги, подводные камни, ну и покажу сам вывод заработанных денег, конечно же. Итак, постараюсь быстро рассказать в чем суть данной игры, это для тех кто забыл или может быть впервые видит данную игру. Кстати, начинаем мы свой заработок не с нуля на балансе, а со 100 рублей, который можно получить по промокоду Diamond. Этот промокод я увидел у одного из блогеров, который рекламировал данную игру. И промокод этот вводится после установки, при самом первом запуске игры. Итак, у нас есть 4 типа фигур, это как режимы игры. Это было сделано просто для разнообразия, точно так же и вот эти уровни сложности, которые переключаются внизу, были придуманы с этой же целью. На скорость заработка это вообще никак не влияет, я всегда играл на квадратах, давайте в них и зайдем. Для начала расскажу какая иконка, что означает. Слева вверху у нас расположены ключи, ключи нужны для открытия вот этих вот сундуков. Вот это меню, как видите, для открытия одного сундука нам нужно 6 ключей. При открытии сундука нужно просмотреть рекламу на 15, 20 или 30 секунд. И после этого вам выпадет либо вот такая вот лампочка, это подсказка для прохождения уровня, ну либо же деньги. Давайте я вам быстро покажу сам процесс игры и затем перейдем к багам и подводным камням. Нажимаю на кнопку старт, сейчас включается отсчет 3 секунд и нам показываются закрашенные фигуры на игровом поле. И нам нужно запомнить их. После чего, как вы могли видеть, это поле обесцвечивается и мы должны по памяти выбрать, какие фигуры были закрашены. Все довольно просто. Давайте я их выберу сейчас, но так как я записываю видео и не запомнил, какие были подсвечены, то я воспользуюсь подсказкой. Как видите, они вот таким синим или бирюзовым цветом подсветились. Вот я их выбрал и прошел уровень. Ну и за успешно пройденный уровень нам дают по одному ключу. Итак, по кругу. Копите ключи, открываете сундуки и копите таким образом деньги, которые попадаются в некоторых сундуках. А в каких именно, я расскажу чуть позже. Сначала давайте расскажу о багах, с которыми вы можете столкнуться и как их избегать. Итак, первый самый распространенный и неприятный баг. И как я понял, возникает он не у всех, но у многих. Просто вы должны о нем знать. Сначала мне о нем написали в комментариях, а потом я сам с ним столкнулся, когда решил накопить много ключей, где-то около сотни. И за один раз их все использовать для открытия сундуков. Давайте возьмем какие-то конкретные цифры и приведем пример, чтобы было понятней. К примеру, в самом начале игры у вас деньги выпадают в каждом третьем сундуке. Как я уже говорил, для открытия одного сундука нам нужно 6 ключей. То есть, чтобы дойти до сундука с деньгами, умножаем 6 на 3 и получаем, что нам нужно 18 ключей. И предположим, что мы насобирали ключей вот здесь и думаем, что сейчас откроем 6 сундуков и получим 2 раза деньги в третьем и шестом сундуке. Но из-за бага, который есть в этой игре, этого не произойдет. Вы получите деньги только в третьем сундуке, в шестом из-за бага их уже не будет, там будет также лампочка. То есть, как я понимаю, там счетчик какой-то не обнуляется и сколько бы вы сундуков не открыли за раз, деньги вы получите только один раз в первом сундуке с деньгами. А дальше игра просто будет съедать ваши ключи и выдавать вам лампочки, имейте это в виду. Может быть это когда-то и исправят, плюс, как я говорил, не у всех этот баг проявляется. Но на момент записи данного видео в игре он присутствует. Поэтому, если взять этот же пример, который мы только что рассмотрели, то советую просто собирать по 18 ключей, то есть столько, сколько вам нужно, чтобы дойти до сундука с деньгами и все. Я так и делал. Накопил нужное количество ключей, пооткрывал сундуки, дошел до сундука с деньгами и все. Дальше коплю ключи для достижения следующего денежного сундука и так по кругу. То есть по 100, 200, 300 и более ключей я не накапливал и не открывал их потом за один раз. Ну или можете так делать, если хотите. Только тогда при открытии сундуков просто нужно будет перезагружать игру после того, как вы открыли сундук с деньгами, чтобы не проявлялся вот этот баг, который я только что описал. Второй баг или это скорее просто недоработка, которая очень бесит, это то, что когда вы открыли сундук и не важно лампочка у вас там в нем попалась или деньги, вам обязательно нужно нажать кнопку take, то есть забрать в переводе на русский. Если же вы не нажмете кнопку take, а нажмете нижнюю кнопку next, то есть перейти к открытию следующего сундука, то ваша награда автоматически не зачислится к вам на баланс. И это больше всего бесит, особенно если вам попались деньги в сундуке, за лампочку еще не так обидно, они вообще здесь мало когда нужны, у меня вон видите сколько их накопилось за всю игру, хотя часть из них я конечно же тратил, но все же. Давайте я кстати покажу вам эту недоработку, вот у меня уже открыт другой сундук, так как я записываю этот момент со второго дубля, вот я нажимаю next и как видите у меня ничего не засчиталось автоматически, просто запустился следующий уровень, то есть баланс лампочек не обновился, потому что нужно было обязательно нажать на кнопку take, то есть я зря перед этим посмотрел рекламу, когда открывал сундук. И я раза два или даже три за всю игру таким вот образом профукивал деньги из сундуков, особенно когда долго играешь и рука уже на автомате тянется к кнопке next, как между прохождением уровней. И как мне кажется возможно это даже специально было сделано и специально не будет исправляться, чтобы люди чаще ошибались и еще больше сидели в этой игре. И третий баг который я здесь обнаружил, плюс мне в комментариях тоже про него писали, он связан с техническими неполадками во время загрузки рекламы при открытии сундуков. Это довольно регулярно случается, вы нажимаете на кнопку открыть сундук, вам вверху пишет что идет загрузка рекламы и включается анимация загрузки с тремя точками. Это кстати скриншот, у меня не зависла игра, я просто сделал скриншот для наглядности и понимания когда это происходит. И вот вы ждете, ждете и спустя секунд 15-20 я не засекал точное время рекламы, в итоге не прогружается и 6 ключей на баланс вам не возвращаются. Вы можете конечно еще раз нажать попробовать на кнопку открыть сундук, но тогда вы уже будете в минусе на 12 ключей, я пробовал несколько раз нажимать, это не помогает. И перезапуск игры тоже не помогает, оно все равно не будет открывать вам сундуки и будет просто продолжать съедать ваши ключи. Единственный рабочий выход здесь это просто закрыть игру и зайти в нее через полчаса к примеру, когда уже должно будет все наладиться, я так и делал и потом игра нормально работала. Это просто временные неполадки рекламной сети, из которой эта игра подгружает рекламу, но исправить это, чтобы ключи возвращались на баланс не помешало бы. По багам в принципе все, если вы еще с какими-то неисправностями сталкивались, то напишите о своем опыте в комментариях. И теперь давайте я расскажу вам, что вас будет ждать по ходу прохождения игры и как часто вам будут выпадать деньги из сундуков с увеличением вашего денежного баланса. Для этого я сделал схожую табличку, как и в обзоре игры Happy Digging. Как вы помните, начинаем мы не с нуля, а с промокодов 100 рублей. В начале игры деньги нам выпадают довольно часто, в каждом третьем сундуке, плюс в этих сундуках выпадает довольно много денег. По 2, 3 или даже 4-5 рублей. За счет чего в первый час игры вы можете легко заработать 50 рублей. Затем, после 150 рублей, заработок начинает урезаться. В сундуках выпадает меньше денег, но попадаются они также в каждом третьем сундуке. То есть мы продолжаем копить по 18 ключей, чтобы открыть 3 сундука и увидеть в третьем деньги. А заработок уменьшается в 2 раза, поэтому заработать вы можете уже около 25 рублей за 1 час игры. А вот после 200 рублей на балансе уже активируется более ощутимое урезание заработка. Деньги выпадают в каждом четвертом сундуке, а заработок в час уменьшается до 10-15 рублей. После 250 рублей нам еще сильнее обрубают заработок и деньги выпадают не в каждом пятом, как многие могли подумать, а в каждом шестом сундуке. То есть время между денежными сундуками еще сильнее уменьшилось, плюс денег еще меньше выпадает и заработок уменьшается до 10 рублей в час. После 300 рублей на балансе деньги начинают выпадать в каждом седьмом сундуке и заработок в час снижается до 5 рублей. После 350 рублей деньги в каждом восьмом сундуке, а заработок в час составляет 3-4 рубля. После 400 рублей деньги в каждом девятом сундуке, заработок в час от 2,5 до 3,5 рублей в час примерно. Здесь уже игра начинает бесить и хочется слиться, но мы продолжаем. И вот после достижения 450 рублей на балансе я не ожидал такой подставы. Я думал деньги начнут выпадать в каждом десятом сундуке, но нет. Разработчики под конец также увеличили шаг и сделали выпадание денег в каждом одиннадцатом сундуке. Ну и заработок конечно же вообще мизерный, чтобы добить нас. И колеблется он от 1,5 до 2,5 рублей в час. Иногда бывает везет и заработок может доходить до 3 рублей за час игры. В общем вот такая вот здесь система и примерно такие же цифры будут и у вас. Я это сам на себе прочувствовал и делал заметки по ходу игры. То есть это не придумано и не взято откуда-то. Это мой личный опыт и я считаю, что это заслуживает вашего лайка и положительного комментария. Ну и давайте наконец попробуем вывести деньги из этой игры. Для этого я зашел в гугл, чтобы показать вам текущее время и дату, чтобы посмотреть потом через сколько времени мне придут деньги. У меня сейчас в момент записи данного видео воскресенье, 15 часов дня и это 25 октября. И так как я буду выводить деньги на Kiwi, то давайте я сразу покажу свой баланс в нем. Вот для этого я захожу в Kiwi, обновляю баланс и как видите у меня сейчас здесь 60 рублей всего. А теперь возвращаемся в игру и заходим в меню вывода. Кстати, перед записью данного видео я обратил внимание, что здесь они кнопки для разных платежных систем сделали, а вот текст в окне ввода реквизитов не поменяли. Вот, к примеру, я захожу в Яндекс, а здесь пишется введите номер Kiwi кошелька. Захожу в WebMoney и то же самое. Поэтому это немного настораживает и чтобы не было каких-то проблем, ошибок или путаниц при рассмотрении моей заявки на вывод и чтобы деньги точно дошли, я буду выводить деньги на Kiwi. Вот, выбираем 500 рублей и здесь мне сейчас нужно будет ввести номер моего Kiwi кошелька и мою электронную почту. Но электронную почту я веду не свою основную, где есть мое имя и фамилия, а другую, там тоже есть Роман в адресе, но нет моей фамилии. Зачем я это делаю? Чтобы разработчик не определил, что это я, так как я понимаю, что мне как блогеру в любом случае сделают быструю выплату. Поэтому я решил попробовать так сделать, ввести свою не основную почту, по которой непонятно, что это я. Якобы заявку на вывод сделал обычный игрок, ну а моего номера телефона никто не знает, я никому его не даю в интернете. Итак, я ввел свои реквизиты, а именно номер Kiwi кошелька и электронную почту. Как я уже сказал, это не основная моя почта. И сейчас я при вас нажимаю кнопку получить, чтобы создать заявку на вывод средств. Вот, мне пишет подтвердите, что указанные данные верны. Я все перепроверил, все правильно ввел и нажимаю подтвердить. Все, у меня списались деньги с баланса, и как видите, у меня вот осталось 0 рублей и 99 копеек. Разработчик мне говорил, что деньги они выводят в течение нескольких часов, или максимум до 3-4 дней вывод может затянуться, особенно если вы сделали заявку на вывод перед выходными. В общем, посмотрим, как быстро мне придут деньги, я буду ждать и вернусь к вам, когда получу перевод на Kiwi в размере 500 рублей. И так, пришел мне перевод, сейчас я вам его покажу, только пришел он мне не в воскресенье, а в понедельник, около 11 утра. То есть прошло меньше суток с момента подачи заявки на вывод средств. Ну а в том, что деньги мне придут, я и не сомневался, так как, как я уже упоминал в одном из своих видео, что Happy Digging, что Brain Master Training, это две игры от одного и того же разработчика, и обе они платят. Просто загружены они под разными аккаунтами на Play Market по определенным причинам. Ну и давайте зайдем в Kiwi кошелек, и я покажу вам полученный перевод. Вот мой Kiwi, захожу, обновляю. Вот помните, у меня было 60 рублей на балансе, сейчас 560. И вот этот перевод, он сегодня пришел, и пришло как раз ровно 500 рублей. Что я хочу сказать в итоге о данной игре, если ее сравнивать с Happy Digging, на которую я также делал обзор, то она мне показалась немного легче и приятней. Здесь хотя бы под конец игры не было такого, что в сундуках выпадало по 5, 10, 20 копеек, как в Happy Digging. Ну и в целом, действий здесь намного меньше надо делать, просто смотреть на игровое поле и нажимать на закрашенные фигуры. А в Happy Digging надо постоянно пролистывать эту шахту вниз, собирать этот уголь, тыкать по каждому угольку, в сундуки идти искать. В общем, та игра намного замороченней и сложней. Между этими двумя играми рекомендую эту. Напоминаю, что называется она Brain Master Training. Ну а что касается потраченного времени на игру, то дошел я до этих 500 рублей где-то за недели 2,5, может быть 3. Каждый день по 8 часов я не играл, конечно же. В основном это было по 2, 3, 4 часа в день, а в последние дни перед выходом данного видео, да, я играл чуть ли не целыми днями по 6-8 часов. Но я пообещал показать, выводит она деньги или нет и показал. Плюс рассказал, как в ней меняется заработок на протяжении игры, насколько сложно в ней накопить эти 500 рублей и какие здесь есть баги. И узнав эту информацию, вы уже сами для себя решаете, стоит вам в нее играть или доигрывать, если вы уже накопили в ней какую-то сумму денег или нет. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк за старания и за то, что я показываю вам всю правду о заработке. А также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока!